Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Бог и дьявол — это равные силы? Разберемся. Действительно, если мы посмотрим на различные мировые религии, то мы увидим, что когда человечество потеряло рай, а потом пережило потоп и было рассеяно после строительства Вавилонской башни, смешения языков, то тоже люди стали забывать о едином Боге и придумывать под влиянием в Станесии различные альтернативные возможности контактировать с духовным миром. Духовным миром совсем недружественным, духовным миром, где как раз падши ангелы во голове с атаной вроде поравили бал. И вот на фоне того, что зло в мире торжествовало, особенно во времена Ветхого Завета, то люди действительно приходили к выводу, что зло, ну даже добро — это вроде хорошо, но зло-то какое оно сильное, и порой даже сильнее. В языческих религиях это проявлялось по-разному. Если мы возьмем самые примитивные шаманистские религии, то мы увидим, что у народов, например, нашего русского, крайнего севера кочевых, что наоборот у каких-то туземцев, бушменов, пигмеев, которые в Африке живут, ну такое представление, что даже нет богов, есть некоторый мир духов. И эти духи, они не злые, и эти духи, они и недобрые, а они просто вот, ну таких надо задобрить, чтобы они тебе взяли и не навредили, а навредили там твоим врагам. Если мы посмотрим на более сложные религии, языческие, с развитой мифологией, то там мы увидим, что да, есть вроде какие-то добрые боги, но тоже в них злые такие человеческие страсти кипят, что тоже, когда они творят зло, то тоже сложно от этого скрыться, и несчастен тот смертный, который на пути этому становится, препятствует, потому что вся его жизнь ни во что ставится этими силами божественными. Точно так же, если мы посмотрим, вот максимально это развитие получило идеи в религиях так называемых дуалистических, это действительно тоже под влиянием станы люди стали думать о том, что силы зла тоже это дурное, но они равны силой добра. Это постоянная такая единственная борьба противоположностей. Вот мы знаем такой значок модный инь и янь. Там даже не то, что про бога, про дьявола, но все равно зло добро борется. Или дуалистическая религия, самая известная в древнем мире, некогда очень могущественная религия, которую крупнейшую империю древнего мира создала, которая не кратковременно, а веками существовала, это зарастризм. Да, вот как раз тоже, конечно, поклонялась вроде светлому богу, но нет, есть темное божество, такое альтернативное, которое якобы светлому божеству равно по силе, и именно поэтому люди должны как-то там помогать бороться светлому божеству для его победы. Поскольку персидский мир на протяжении тысячи лет был основным соседом вот такого греко-римского, европейского мира, то тоже эти идеи, увы, накладывали отпечаток и на христианскую мысль, и приводили к различным ересям. То есть мы знаем, что вот такие дуалистические идеи были в самых первых ересях внутри христианской церкви, у гностиков. В частности, были гностики, которые противопоставляли, например, что есть якобы отдельный букветхого завета, и есть вот бог нового завета. Бог нового завета добрый, а бог ветхого завета, там вот Демюрк, он такой якобы злой, это совсем другое существо, и надо с ним как-то тоже бороться, чтобы вот это единство и борьба противоположностей к чашу качнуть на сторону света. Тоже на протяжении веков эти ереси в разных видах тоже проникали вот эти идеи о силе зла, которое тоже вроде не нужно его выбирать, но все равно оно какое сильное, оно равное по силе. В частности, вот у нас ересь богомилов, которая выразилась как ересь жидовствующих у нашей русской истории, тоже на этом стояла. Богомилы, они оставили самый заметный след, на территории сербского народа, потому что вот как раз боснийцы, мусульмане, это те еретики, принадлежащие к такой вот боснийской церкви, которая тоже злое добро ставила примерно на одном уровне, которые потихонечку за годы мусульманского владычества, Османской империи, от своих христианских корней совсем отреклись. И ушли все полностью в ислам, и тоже, что стало одной из таких стартовых позиций для вот этих кровопролитных междоусобных войн на Балканах. Однако, почему Лукавый вот так пытается нас в этом убедить? Да потому что он сам хочет в это верить. Мы помним, что Дениц, предводитель ангельского воинства, он хотел быть выше бога по своей гордости, но это ему не удалось. Если бы у него не было гордости, а была бы любовь, он давно бы покаялся. Но покаяния в нем нет, и как оправдать свое поражение в своих глазах, в глазах других бедств, в глазах своих последователей? Ну что да, Бог сильный противник, но его можно победить. И что по своей гордости сатана думает, что раз Господь его не уничтожил, раз Господь поддержит его существование, то это потому, что он не в силах его одолеть. Каждый раз, когда сатана смотрит на человека, на грешного, то он тоже становится таким укрепленным в своей гордости, потому что он Богу показывает, смотри, прайдников вот совсем немножко, вот помните, как в Евангелии мало избранных, а званных-то много, вот прайдников их почти нету, а грешников сколько? И более того, сколько в душах прайдников, грехов? Каждый человек грешный, только Господь наш Иисус Христос, единый и без греха, как учит Святая Соборная Апостольская Церковь. Однако, что нам можно сделать вот в этой ситуации, чтобы этот дьявольский обман преодолеть? Ну, конечно, нам тут может помочь Священное Писание. Господь неоднократно показывает, как сатана посрамлялся, как он пытался победить и сломить волю. И во многострадального, праведного Ветхом Завете ничего им не удалось, как его жрецы языческие тоже вот вроде почти всех пороков могли истребить, но нет, порок Илья торжествовал над ними. Как тоже вот эта сила зла, вроде и сам Господь наш Иисус Христос распят на кресте. Бог проиграл. Нет, Бог наоборот. Он победил. И у нас крест — это орудие победы над смертью, потому что Господь умер, чтобы воскреснуть не только самому, Он и так источник жизни, а воскресить нас. Он покажет, что все силы сатаны, они ничего не значат. Мы помним даже то пророчество, которое Господь сказал Адаму и Еве, когда изгонял их из рая, да, говорит Ева, что семя Твое, семя Евы, будет попирать главу семени змеи, а змей продолжит жалить в пету. И вот надо нам понимать, что сатана, он не в силах нас убить, не в силах нас победить, не в силах завладеть нашей душой. Да, он будет жалить, но мы всегда в силах его придавить, раздавить. И единственная наша задача не сдаваться, не падать, чтобы Лукавый нас не одолел, потому что если мы отдаем ему победу, то он по гордости ее принимает и еще больше убеждается в самообмане, что он якобы на одном уровне с Богом пребывает. Мы, однако, помним, что Господь как вот поменял все в новозаветные времена. Помните, он апостол говорит, вот князь мира сего, Лукавый, упал с небес, как молния. Если раньше он служил преградой между миром земным и царствием небесным, то Господь эту преграду разрушил. И все-таки вот самые яркие слова, мне кажется, которые должны нас убедить в том, что стана никаких сил по сравнению с Богом не имеет, что это лишь падший ангел, падший служебный дух. Они содержатся, как мне кажется, у апостола Павла в его послании к римлянам в заключительной 16 главе. Давайте с вами откроем и прочтем 20 стих. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Смотрите, не просто Бог даже сокрушит сатану, а под ноги ваши обращается апостол Павел к нам, к христианам, не только к римлянам, а вообще к христианам вообще. Потому что сатана не то, что он неравная сила даже Богу, он и даже нам неравная сила. И единственной силой, которая у него есть, это силы тех страстей, которыми мы его сатанинскую гордыню подпитываем. Поэтому, если мы будем уповать на Христа, если мы будем прибегать к таинствам Церкви, если мы вооружимся знанием Священного Писания, то в отношении нас Лукавый будет абсолютно бессилен. И мы сможем тоже на главу его наступить и сделать шажочек к Царству Небесному и Вечной Жизни со Христом, победителем мира. Мы христиане. Мы выбираем силу и победу. Лукавый может и здесь временно и торжествует, но все равно победа всегда будет за Богом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.